Субтитры сделал DimaTorzok По Гримдауну, но эти видосы были сняты давно еще И там еще дофига этих видосов И они будут постепенно выкладываться, кому интересно Но дело-то не в этом Недавно, ну не так давно Меня просили показать фит на Раттл Который можно использовать для великолепного фарма С4, С5, С3, в общем все что угодно фармить Практически, потому что этот фит мега офигенен Я буду показывать один из топовых фитов на Раттл То есть этот фит достаточно дорогой И в принципе эффективный Но, но вы вполне можете заменить некоторые модули Нефракционными аналогами И собрать себе фит более дешевый Но не такой эффективный допустим Но достаточно дешевле это все вам выйдет Ну так вот Вот я в принципе и при вас его буду покупать Сразу же в джизе, чтобы вы видели цены на это все в данный момент Вот это все что в этом фите Собрано И сейчас мы для начала уберем сальваджи дронов Потому что я их не умею Потом мы уберем Ограф мы оставим Мы уберем круиз мисселлаучеры Т2 Потому что я их тоже еще не умею Потому что это фит мне скинул мой друг, который на Раттл Имеет навыков гораздо больше чем я И допустим Т2 круиз мисселлаучеры я не умею Я поставлю какой-нибудь аналог вместо них Мы придумаем что поставить вместо Т2 лаучеров Но как бы потому что я их не умею Все понятно в общем Мы их тоже убираем Убираем скорч ракеты Потому что мы их тоже не умеем Ладно Так это все мы умеем Это мы тоже убираем Это мы умеем Гекконов мы умеем Берсерков Т2-шных мы вроде не умеем Да, потому что я просто не качал моторских дронов Потому что я косяк Ну да ладно Нам это не так важно Но мы и голенскими обойдемся Так, все остальное в принципе я умею И вот цена у нас выходит 1 миллиард 153 миллиона кредитов Стоит вот этот фит Из-за фракционных модулей И в принципе мы сейчас покупаем Вместе с Раттлом Мы покупаем при вас его Жмем кнопочку купить Да, он не нашел Таиси модулей Ну ладно, мы их сейчас вручную купим Допустим Вот так вот И допустим Вот так вот 8 штучек нам хватит Просто я создал этот ордер Достаточно давно И он просто не успел Так сказать Уже кто-то купил по той цене По которой я хотел купить Распаковываем наш Раттлснейк Активируем его Что? А! Так, так Пауза Смотрите какой смех, дорогие друзья У меня выученный Галента Бэтлшипа в пятерку А про Калдарь и Бэтлшипа я забыл Я, если честно, не летал на таком Раттле Я сразу вам говорю Мой друг постоянно катает на таком Раттле И фармит в соло То есть я качал варгуры И меня он устраивал Но, как бы, я удивился Что вот Раттл в таком Фите Вполне такой же, как варгур по фарму То есть на нем так же приятно И комфортно фармить Миссии в С4 и С5 Поэтому сейчас С помощью великой магии монтажа Мы выучим эти навыки Магия монтажа Да, мы использовали магию монтажа И получили Вполне себе рабочий И хороший Раттлснейк Сейчас я покажу Что, да, как С навыками у меня на него С помощью магии монтажа В общем, разряды Та-да-да-дан Так, даже первого разряда нет Но это из-за того, что у меня Не качнуты ракетные установки Как раз Ну, смотрите У меня качнут Галента Бэтлшипы Которые были качнуты до пятерочки Теперь качнуты до четверочки Потому что пришлось высосать из них очки Чтобы быстро с помощью магии монтажа Качнуть Калдаре Бэтлшипа Калдаре Бэтлшипа у меня качнуты до троечки То есть Вообще, главное тут Это все-таки Калдаре Бэтлшипа Потому что они Сопределение силового поля увеличивают Ну и в принципе Галента Бэтлшипа тоже Неплохо поможет вам В ракетных установках И торпедах Потому что увеличивают поражающие действия Также профильной особенностью проекта является На 275% увеличивается поражающее действие оружия Станционарных дронов Это Ну, кто не знает Это вот эти вот дроны То есть Гард, Боунсер Которые станционарные Ну, турельки Я их так называю И тяжелых боевых дронов То есть Просто тяжелые дроны Берсерки Огры И Наш любимый Геккон И увеличивают запасы прочности На 275% Ну, теперь давайте-ка мы Быстренько оденем фит И с вами посмотрим на то, что получилось Так Да, после остановки Невозможно будет извлечь Я согласен на все Видите, я все могу Кроме ракет И Сальваджи дронов И вот Берсерков Потому что я не качал тяжелые Голенские Ой, эти Матарских дронов Тяжелых не качал И поэтому такая вот фигня с ними Сейчас давайте мы с вами Загрузим дронов Тут Геккон и два Огра И у нас имеется отсек 175 метров кубических И мы можем сюда чего-нибудь еще доложить Из дронов Поэтому давайте-ка Еще пару гардов Положим Мы их вроде умеем Да, конечно же мы их умеем Положим еще пару гардов Три штучки И посмотрим на то, что у нас получилось И разберем более подробно наш фит Так Смотрите Что мы имеем Во-первых, мы сейчас Упс Упс А вот это я не учел Я не умею Дронлинк Агумент Тетер второго уровня Пять дней Но мы их прокачаем Поэтому сейчас мы, наверное, поставим Т1 вариант Где он тут? Господи Т1 вариант Его мы, наверное, умеем Я надеюсь Да И поэтому мы сейчас его быренько С вами купим И, так сказать, используем Купить этот товар Корпоративный счет Да, я потратил практически все деньги На этот раттл Которые у меня были в свободном, так сказать, счете И поэтому придется с счета корпорации покупать Ну да ладно Там, в принципе, деньги есть И мы сейчас должны найти теперь Этот дронлинк Если бы я знал Куда он попал Не очень люблю эту сортировку На самом деле Она какая-то убогая Вроде ее как-то можно Можно поменять Чтобы Он лишнего не высвечивал Но, если честно Я вообще Не знаю точно как И на этом ли я Купил На этой листации я купил По идее, должен был на этой Потому что это было бы немного глупо А, точно Они же в поставках с рынка Это же со счета корпорации снят Так, мы его оденем сразу И в склад уберем наш Т2 Дронлинк Агументар И смотрите, что у нас получается с вами В чем вообще Особенность фита Это под танковку Такую вот Автоматическую То есть это пассивный фит На раттл Что мы ставим Мы ставим Large Core Defense Field Пурджеры Три штучки Т2 желательно Которые Нам дают Позволяют увеличить скорость подзарядки щита За счет увеличения радиуса Сигнатуры То есть наша задача Поднять скорость подзарядки щита До невероятных масштабов Чтобы мы могли Автоматически восстанавливать себе щит То есть просто Корабль стоит Вас атакует И вы автоматически Восстанавливаете себе щит У меня, кстати, не докачаны эти навыки Но они все Ну, эти Т2 модули Но они все равно дают бонусы Я, в принципе, сейчас поставлю И докачаю его за это время Когда я уже буду Использовать этот раттл В следующем видео По раттлу именно Я покажу этот раттл На миссии четвертого уровня В соло И мы там посмотрим уже Так сказать Что он из себя представляет Я подкачаю вам Вот шилд ридинги Ну, до пятерочки Чтобы вот это все хорошо работало Подкачаю ракетные установки И так далее Смотрите Значит Вы видите Бонус под зарядки Минус 25% Недостаток 9% В общем Ставим Large Cold Defense Field Pulser Т2 Три штуки Видите они Раз, два, три Так Потом Ставим Pitum A-Tip Thermal Discretion of Fear Это Пассивная установка Которая не требует Копоситора Потому что Копоситор у нас с вами Практически не будет Потому что все наши модули Они все сжирают наш Копоситор До невероятных масштабов То есть Пассивно сжирают То есть Копоситора у нас очень мало И он практически не восстанавливается То есть мы Проблема такого Ратлас Отключается в том Что вы запаритесь Переварпывать на нем Потому что Если вам много Надо летать на нем То у вас Очень быстро Кончится Капа И не восстановится Поэтому для этого Я бывает Использую С собой Вожу с собой Перефичевалку Ну Модуль для Перефита Выкидываю его В космос Быстро Перефичаюсь Восстановлю Капу Назад все верну И улечу Короче Смотрите Идем дальше Вы поняли Это обычный Командный Термал Амфир То есть Он дает нам Сопротивляемость Теплового воздействия В 50% Сразу же Потом у нас Стоят 3 Репаблик Флит Ричарджера Которые дают нам С вами Скорость подзарядки Силового поля Это главная Наша характеристика Поэтому Вот смотрите По 16% Дают Желательно ставить Фракционы Одни не такие Еще дорогие Но можно заменить Их другим вариантом На ваш выбор То есть Тут в принципе Варианты есть Смотрите По своим деньгам И по возможностям Можно Т1 поставить Которые в принципе Дают Гораздо меньше По сравнению С 10% А это все таки 16% И поэтому Разница достаточно большая Три штучки ставим Также ставим Три Репаблик Флит Лардж Шилд Экстендера Которые нам Увеличат Объем нашего щита Чем больше у нас щита Тем Соответственно Больше откачки Потому что Наша откачка Зависит от Объема щита Тоже Как бы Потому что Там же в процентах Все идет Если у вас Процентно На 16% Больше откачивается В секунду То И Если у вас больше щита То у вас больше будет И откачиваться То есть Объем нашего щита Также важен Для нас Дает 2750 единиц К счету К нашему И увеличивает Ну Все понятно В принципе Тут никаких Особенностей Нет Особых То есть Также Командиры Этот фракционный модуль Ставим Репаблик И Либо Какой-то другой На ваш выбор В принципе Это тоже Все зависит От вас От ваших навыков От ваших Средств И От ваших Возможностей Понятно что Чтобы ратлом Фармить 4 и 5 Миссии Нужны достаточно Неплохо Прокаченные навыки Видео про Прокачку навыков И что нужно Именно Для вообще Фарма Четверок И как вообще Идти к этому Я Чуть попозже Запилю Потому что Ну сейчас у нас Фит на ратл Идем дальше Также стоит Точно такой же Питума Типа Точнее даже Это на ЕМ И он чуть-чуть Поменьше Дает Видите 47 процентов А этот 50 Разница на самом деле Не такая уж и большая Но там цены Отличаются Поэтому в принципе И такой сойдет То есть Это уже командный Модуль И он нам В принципе Также дает Бонус К ЕМ Воздействию То есть у нас Достаточно Неплохие Сопротивляемости То есть 54 65 48 56 Этого вполне Достаточно Для ратла Также в нижних Слотах у нас Стоят Колдари Неви Шилт Пауэр Рилеи Вот вы видите Их Все нижние Слоты мы Занимаем Колдари Шилт Пауэр Рилеями Если вам не надо Фармить Миссии Где надо Большая Атанковка Вы можете Уменьшить Количество Пауэр Рилеев И поставить Место их Допустим Ну Увеличение Дамага Дроном Либо еще Чего нибудь В общем Смотрите Увеличить Приток Энергии Накопителя К силовым Полям Увеличивать Скорость Их Подзарядки Также Все это Дает нам Увеличение Скорости Подзарядки Конденсатора То есть Приток Энергии Накопителя К силовым Полям Увеличивать Скорость Их Подзарядки То есть Также Наши силовые Поля Быстрее Подзаряжаются И Идет В минус К сожалению, наш конденсатор Как раз то, о чем я и говорил Можно поставить что-то другое Но также все смотрите По вашим деньгам и навыкам Все другое будет хуже Поэтому как-то надо рассчитывать В общем, смотрите, такой вот фит И так как в боевом состоянии Мы его сейчас показывать не будем И ракет у меня нету, я пока не буду их ничем заменять Покажу сразу в Т2 варианте во время фарма Дроны нам дают С вами мы будем использовать Так как канал у нас у Ротлснэйка Кто не знает Канал у нас у Ротлснэйка 50 мегабит Мы можем выпустить одного геккона Либо двух огров Смотрите, один геккон Нам даст с вами Если мы сейчас уберем огров И гарк Один геккон дает нам Так, они кстати поправили вроде эту тему Раньше просто писал демаг от всех дронов Которые были, это был баг какой-то 430 дпс Мы будем наносить только одним гекконом И геккон у нас мега мощный То есть он мало того, что Имеет бешеные параметры защиты То есть как у какого-нибудь фрегата маленького Так еще и наносит неплохой урон Геккон это один из самых мощных Маленьких Ну я имею ввиду дронов Именно дронов Не истребителей То есть это большой дрон И он самый мощный большой дрон Который существует Но и ест 50 мегабит Призывать ему можем только одного Но его достаточно сложно снести То есть Мобы на него агрятся конечно Но вы должны научиться Убирать таких дронов назад в отсек Если вы видите, что им грозит опасность Потому что такой дрон стоит сейчас 56 миллионов Кстати цена на него за последнее время упала Я помню они и по сотке стоили То есть но он стоит того Смотрите 430 дпс мы получаем с дронов И примерно 200 или 300 дпс мы получим с вами с ракет Когда они будут у нас вставлены Это все в следующем видео На самом деле не так важно Ракеты это на ваш выбор Ставите что вам лучше Но как я и говорил Вот идеальный фит Сейчас я вам его покажу Вот это вот друг мой Кирилл Он скинул его мне Потому что это его фит И он на нем летает Как бы я вот решил вам его показать Это 5 круизмиссл лаучеров Видите навыки конечно для них нужны бешеные Но тоже выбирайте на свой выбор То есть На свои навыки И так сказать деньги Я могу в принципе сейчас ради Просто того чтобы показать вам Я даже обычно не могу Потому что не подкачал навыки на них Ну в общем я покажу лучше все в идеале Когда мы будем уже фармить лететь Но они дают достаточно неплохой прирост урона Как бы это 5 больших ларжовых Миссл лаучеров Которые действуют у нас На среднюю дистанцию То есть у них достаточно неплохая дальность И при этом как бы можно так же регулировать За счет ракет За счет тех Ну как бы за счет ракет Вы можете в принципе регулировать вашу дальность Но в общем дело то не в этом А дело в том что в принципе этот корабль При идеальных характеристиках Будет иметь порядка 900 дпс А вот у Кирилла порядка 900 дпс Он и до 1000 догонял Но у него навыки вкачаны конечно Именно под этот раттл он их долго качал И как бы понятно что такой урон у вас не выйдет То есть 900 дпс это дофигища если честно При такой танковке А смотрите теперь я скажу вам немного про танковку Смотрите запас прочтите И расход времени на его восстановление Так скорость накачки щита Вы видите что за 76 секунд Так это не то Мы восстановим 21 тысячу хитов Щита Щита у нас с вами Давайте вылетим Конечно сложно показывать вот этот фит Не в боевой обстановке Потому что так не очень хорошо понимается Как насколько он крут То есть насколько танковки дофига И то что вас просто бьют И не могут вынести Просто щит то поднимается То опускается то поднимается то опускается То есть за минуту Мы восстановим себе весь щит Но как я понял мне кажется это не та информация Потому что минута это слишком много Скорость восстановления щита Так вот 711 хитов щита В секунду мы восстанавливаем с вами И это еще не максимальные навыки у меня стоят Потому что У меня не докачаны Щилд ридинги тут Три дня И поэтому навыки в принципе не максимальные Которые могут быть Да и всякие пассивные навыки у меня там тоже не докачаны Да кстати не забыл сказать Дрон кликангуметр дает нам дальность полета дронов Это важно потому что Это влияет на Очень влияет на ваш бой Потому что Часто туда сюда прыгать у вас не получится И поэтому Надо чтобы дроны могли долететь до цели И убить их Ну в общем вы смотрите Я считаю что 716 единиц Щита в секунду Которые ничего не тратят То есть вам не важно Ни накопитель энергии Ничего То есть это все на халяву Можно так сказать 711 хитов в секунду Восстанавливает Наш щит сейчас То есть каждую секунду Мы будем восстанавливать себе По 711 хитов Понимаете Были такие моменты Когда прилетал флот Он видит раттл Который фармит Прилетает флот Из трех там кораблей И пытается вас слить И не может вас слить Понимаете Потому что Они не могут продавить вашу танковку Они откачивают у вас капоситор А вам просто пофигу Потому что Ну вам этот капоситор нафиг не нужен И вы можете спокойно фармить И без него То есть вы понимаете Какой-то плюс В таком фарме Потому что Не все Ганги Которые летают Знают Что вы на таком раттле И многие из них Просто спотыкаются от вас Да Они вас могут поддержать Может быть Вы даже пару из них убьете А даже если не убьете Они вас просто поддержат И улетят Потому что Они ничего не могут с вами сделать У них просто не хватает ДПС Чтобы продавить Вашу откачку У меня еще не максимальная Но с таким В принципе С такой откачкой Уже можно фармить Четверки Не все Правда Потому что Ну желательно еще Иметь неплохой урон Как бы Но даже с таким уроном И даже Если я сейчас поставлю Там Т1 Круислаучер Я уже смогу фармить Четверки Не все миссии Там есть сложные миссии Которые требуют Большой откачки Но Половину примерно Миссии В С4 ВХ Я смогу зафармить То есть Это уже неплохой доход И я считаю Что Такой фит Один из лучших На Ратлснэйк Потому что Лучше него Быть ничего не может Для фарма Потому что Вам важно же Не только то Насколько вы Быстро будете фармить А то Насколько будет Ваша безопасность Как бы С таким фитом Даже если вас Поймают И попытаются убить В большинстве случаев Они не смогут Этого сделать Потому что Просто не продают Вашу откачку Как бы Если на том же Варгуре Варгур умеет У меня больше откачки Чем Ратлснэйк По факту Танковки у Варгура Гораздо больше Потому что Он использует Восстановление Капаситора За счет зарядов Использует Свой Невероятно Большую Откачку То есть Там за 5 секунд 3 или 4 тысячи Откачки у меня Или даже 6 тысяч Не помню точно Но В общем это не важно Но понимаете Как бы Варгур Мне сольют Только из-за того Что они просто Высушат меня Своими Вампириками Ну то есть Приедет Ашиму Допустим Высушит полностью Мой капаситор Да я какое-то время Продержусь За счет моих Капбустеров Которые будут Восстанавливать Мне капаситор Но они Кончатся Я не могу Взять с собой Бесконечно капбустеров Потому что Они достаточно много Весят То есть Капбустеры Кончаются Я умираю То есть Да я очень долго Могу жить На Варгуре Но я умру А Роттлснэйку Пофиг Если его уже Не могут продавить То его и не продавят То есть Ничего не поможет Им его продавить В общем Все Все В принципе Я сказал про Роттлснэйк Фит Сейчас я для вас Открою Еще раз Чтобы вы Так сказать Поставили на паузу Если вам надо И посмотрели Что тут стоит Вот этот фит Идеальный фит На Роттлснэйк По моему мнению То есть Он имеет Неплохую Неплохую Откачку И неплохой урон То есть С этим фитом Можно в соло Фармить С4 Точно С5 В соло Конечно Навряд ли Им зафармишь Но 2-3 Таких Роттлснэйка А если еще Сделать Спайдер танк То Может быть И зафармят То есть Ну без Откачки То есть Надо перерабатывать Фит Но не факт Что и Роттл Не сможет Фармить Какую-нибудь Одну аномалию В пятерке Которую Как бы Более-менее Подойдет Для него То есть По По ДПСу То есть Есть сайт Я в одном Из видео Показывал Повторяться Я не буду Где показано Сколько ДПСа Наносит Та или иная Аномалия По вам То есть Вы прилетаете Какие там волны Сколько у каждой волны Урона И так далее То есть Для новичков В принципе Роттл Снэйк Я считаю Один из самых Крутых кораблей Для начала Игры То есть На нем Можно фармить И двойки И тройки То есть Он такой Понимаете Он дешевый Он на самом деле Дешевый Роттл Снэйк Приветствуется Дроны Это всегда Имба То есть Дроны Позволят вам И не париться В чем-то О дистанции И не париться О том Что они будут Попадать Или не попадать В цель То есть Роттлснэйк Для новичка Я считаю Один из самых Лучших кораблей На котором Можно начинать Фармить Именно на линкоре Советую Его вам Всем В принципе Приобрести И Так сказать Попытаться Поиграть Вот этим Фитом И под себя Его подстроить Так Ну все В принципе Следующее Видео Будет Про Тлснэйку И мы С другом Полетим На двух Раттлах Фармить Четверку И я покажу Как это все Происходит Сейчас я еще Поставлю Подкачиваться Навыки На все это Дело И Времени Как я сниму Этот видос Все будет готово И по наукам По максимуму И по эффективности Не забываем Подписываться На группу Вконтакте Подписываться На канал А также Ставьте лайк За такой Великолепный Фит Оставляйте ваши Комментарии Что вы можете Сделать С Раттлснэйком Мало ли Я что-то не учел И допустим Этот фит Не настолько Крут Как я думаю Подскажите Может быть Как бы Вы подскажете Мне что-то новое И я Так сказать Пополню Свои знания Этим И Сделаю Еще круче Потому что Ева Такая игра В которой Все знать Невозможно Она настолько Обширна И имеет Очень много Нюансов Что Все учесть Очень сложно Так Ну все Дорогие друзья Всем удачи Всем пока Субтитры 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 Субтитры